Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Вотсап показал свой звериный оскал, все в сигнал. На самом деле, если хотите узнать, что произошло и почему сигнал действительно более безопасен, посмотрите мой стрим с Алексеем Шлепужниковым, консультантом по цифровой безопасности, ссылка в описании. Там очень подробно про безопасность мессенджеров в целом и сигнал в частности. И про телеграмм, кстати, там тоже есть, поэтому касаться безопасности мы не будем, то есть о серьезном там, а здесь наоборот о крайне несерьезном, но полезном. Сигнал упрекают за визуальную скудость, не буду вступать в дискуссию, а просто скажу, что тут есть стикеры, а там, где есть стикеры, там не может быть визуальной скудости. Вы посмотрите, какая красота. Кстати, в предыдущем скринкасте по сигнал я говорил, что удалить сообщение со всех устройств нельзя. Тогда было действительно нельзя, зато теперь такую функцию добавили. Если сообщение писали не вы, то удалить вы можете только у себя. А если вы, то удалить можно со всех устройств. Это они молодцы, что добавили, но нас интересуют стикеры. Стикер пака с собачками здесь нет, а жизнь свою представить без них я не могу. Поэтому скачал стикер пак в телеграм и сейчас перенесу их сюда вот таким достаточно простым способом. Добавить свой стикер пак можно только в десктопной версии. В мобильной версии такой функции нет. PNG, APNG, то есть анимированной PNG, возможно расскажу о формате в одном из последующих скринкастов, и WebP. У меня как раз в WebP стикеры сохранены на компьютере и как раз в нужном разрешении. А именно 512 на 512, поэтому просто добавляем их сюда. Тут нам показывают как будет выглядеть в темной теме и светлой. И теперь нужно назначить каждому стикеру свою эмодзи. Или свой эмодзи. Вообще, конечно, русский язык сильно страдает в последнее время. Название и автор. Автора не знаю, но человек должен быть хороший. Этими тремя стикерами уже на протяжении трех лет я выражаю все свои эмоции в Telegram. Изображение обложки можно поменять и даже нужно, а то действительно слишком злобное изображение обложки. После загрузки вы получаете ссылку на стикер пак, но ее не обязательно копировать и кому-то отправлять. Достаточно отправить один стикер, чтобы человек смог установить весь комплект. Сейчас покажу как. Добавленные вами стикеры появляются у вас вот здесь. В мобильной версии нет деления на эмодзи и стикеры. Они находятся под одной иконкой и уже здесь вы можете выбрать, что вам нужно. Эмодзи или стикеры. И какой именно вас интересует стикер пак. Соответственно, если вы отправите любой стикер комплекта, получатель сможет установить весь комплект. А также вы сможете его установить заново впоследствии, если вдруг нечаянно или осознанно удалите. Вот так можно управлять стикерами. А именно удалять или устанавливать заново. Даже если вы загружали стикер пак и удалите его отсюда, вы не удалите его с сервера Сигнал. Все, кто его установил, будут продолжать им пользоваться. Да и вы сможете установить его заново впоследствии. Например, вот таким вот образом. Кроме стикер паков, добавленных вашими друзьями, для пополнения коллекции можно воспользоваться специализированными сайтами. И я, например, нашел вот такой. Сигнал stickers.com. Ссылка в описании. Тут есть поиск, причем он понимает даже русские слова, но лучше, конечно, использовать английский. И вот таким образом вы добавляете понравившийся стикер пак себе в аккаунт. Танцующие медведи установить. Все. Все со стикерами, да мне кажется и со всем сигналом в двух скринкастах. Возможно, если добавит еще каких-то функций, сделаю продолжение. Но в целом сигнал, конечно, предельно прост, как автомат Калашникова. Прост, но без отказа. Все, любите друг друга. Еще раз, если хотите больше понять о безопасности мессенджеров, смотрите наш стрим с Алексеем Шлепужниковым. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.